Приветствую всех любителей старины! Вы на канале Кладоискателя Нархотурист и это очередной обзор самых дорогих интересных лотов, проданных за неделю на аукционе Виолити. Этот выпуск будет полезен всем, кто хочет прицениться и узнать реальную стоимость антиквариата, чтобы в будущем выгоднее купить или продать собственный предмет старины. Итак, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Десятка самых дорогих интересных лотов, проданных за неделю на аукционе Виолити. Открывают сегодняшнюю десятку вазы для цветов. Лот этот состоит из двух фарфоровых ваз. Судя по клеймам, изготовлены они в Киеве в июле далекого 1839 года. Вазы находятся в неплохом состоянии, но достались они продавцу в наследство от проживавших в четвертой квартире дома номер 9 по улице Паньковской в городе Киеве. Вазы для цветов были выставлены на торги с 52 тысяч гривен. Лот получил 32 ставки и окончательная стоимость составила 64 тысячи 900 гривен. 2 тысячи 486 долларов или 154 тысячи 523 рубля. Девятое место на этой неделе занял Ауреус Гордиана Третьего. Марк Антоний Гордиан, римский правитель с 238 по 244 года. К власти он пришел после недолгого правления и убийства двух соправителей Бальбина и Пупиена. На тот момент Гордиану было всего 13 лет, но оправил он только до 19 и был убит собственными войсками, приведшими к власти более мужественного Филиппа Араба. Ауреус, представленный на аукционе, найден, как и положено, нашим с вами комрадам-кладоискателям. Монета находится в коллекционном состоянии, вес ее около 4,5 граммов. Ауреус Гордиана Третьего был выставлен на торги с 1 гривны. Лот получил 134 ставки, монета была продана за 65 600 гривен, 2513 долларов или 156 190 рублей. Восьмую позицию на этой неделе заняла акция в 1000 рублей 1893 года. Акция эта была выдана Южно-Русским обществом пароходных сообщений в Одессе. Согласно уставу, основной капитал общества составлял 1 миллион рублей. Он был разделен на 1000 акций по 1000 рублей за каждую. Каждый год на протяжении 10 лет владелец акций получал причитающиеся ему дивиденды. Акция, представленная на аукционе, хоть и имеет повреждения, находится все же в неплохом состоянии. Ну а редкость ее с лихвой перекрывает ее недостатки. Акция на 1000 рублей Русского общества пароходных сообщений была выставлена на торги с 2250 гривен. Лот получил 46 ставок, а продавец 75 025 гривен. 2875 долларов или 178 630 рублей. Седьмую строчку на этой неделе заняли 20 копеек 1787 года. Монета эта была от Чеканина при правлении Екатерины II, императрицы и самодержицы Всероссийской с 1762 по 1796 года. Тираж этих монет неизвестен, но крайне мал. По некоторым данным, подобные монеты были розданы как сувениры свите императрицы, посетившей в 1787 году Крым. Чеканились монеты в Феодосии на Таврическом монетном дворе, который действовал, к слову, лишь в 87-88 годах 18 столетия. 20 копеек 1787 года были выставлены на торги с 1000 гривен. Лот получил 169 ставок и окончательная стоимость составила 75 600 гривен. 2 896 долларов или 180 000 рублей. На шестой позиции сегодня расположился Ауреус Аврелиана. Луций Домиций Аврелиан – римский император с 270 по 275 года. Он разгромил сарматов, готов, галлов и многие другие племена. Первым из императоров стал носить диадему и официально именоваться «Господин и Бог». Аврелиан ввел в Риме культ непобедимого солнца, объявив этого бога верховным. Поклонялись ему 25 декабря, но вскоре на эту дату назначили другой праздник – Рождество Крестово. Ауреус, представленный на аукционе, изготовлен из высокопробного золота. Вес монеты 5,5 граммов, но состояние ее, если не учитывать отверстие, оставленного варварами, проживавшими некогда на наших землях, отличное. Найдена монета нашим с вами, комрадом-кладоискателем и по совместительству моим земляком. Так что поздравляю коллегу с отличной находкой, ну и чтоб не последней. Ауреус Аврелиана был выставлен на торги с 1 гривны. Лот получил 178 ставок. Монета была продана за 82 395 гривен. 3 157 долларов или 196 179 рублей. Пятое место на этой неделе заняло Золотое ожерелье. Ожерелье это изготовлено с армадской ювелирной промышленностью. И к большому сожалению оно имеет небольшие повреждения и отсутствие некоторых составных частей. Ожерелье имеет вес около 46 граммов. Изготовлено оно из золота и украшено сердоликом. На инталиях изображены древние боги, а в центральной части креста бегущая лань. Золотое сармадское ожерелье было выставлено на торги с 1 гривны. Лот получил 40 ставок. Украшение было продано за 100 500 гривен. 3850 долларов или 239 285 рублей. На четвертой строчке сегодня расположился Ауреус Галиена. Ну а узнать подробности об этой монете нам поможет ролик, любезно предоставленный ютуб каналом Виолити специально для нашего обзора. Реалистичный портрет императора и сюжет с божеством охоты Дианой позволяют атрибутировать Ауреус монетным двором города Медиаланума, современный Милан. Публицией лицений Эгнаций Галиен, более известный в римской историографии как Галиен, римский император с августа 253 по июль-август 268 года. В 253 году вступил на престол как соправитель своего отца Валериана. Правил страной в труднейшее время, когда империя находилась на краю гибели. Галиен руководил обороной западных провинций империи и первые несколько лет действовал весьма успешно, отражая нападения германских племен на Рейнскую и Дунайскую границы империи. После отражения одного из таких нападений, перешедших Альпы-Алиманов в 259 году, был основан монетный двор в Медиалануме, на котором и был обчеканен данный Ауреус. Обстановка в империи резко осложнилась после разгрома и пленения в походе на персов отца Галиена Валериана. Во многих областях империи возникали мятежи узурпаторов, пытавшихся захватить императорский трон или отделить какую-то часть империи. И хотя большинство мятежей было подавлено, западные области империи – Британия, Галия, Испания – отделились и образовали Гальскую империю. Восточные области вошли в состав Пальмирской империи. Под властью Рима остались Италия, Африка и Балканы. В этих непростых условиях Галиен стремился поддержать дух своих сограждан в обращении к традициям ранней античности. Галиена стали отождествлять с Юпитером. Он также присвоил себе покровительство Аполлона, Дианы и Солнца. Изображения этих богов вновь стали чеканиться на римских монетах. Свидетельством тому является представленный Ауреус. Галиен был убит во время подавления очередного мятежа летом 268 года. Каким же образом данный Ауреус мог попасть на территорию современной Украины? После поражения Валериана слабо защищенные Балканские и Малоазиатские провинции империи служили мишенью для постоянных нападений готов. Готы собирали в устье Днепра и Днестра огромное количество людей и кораблей. Впечатляющий своими размерами флот атаковал Грецию и Малую Азию, подвергая их страшным опустошениям. Было разорено побережье Вифинии, разграблены Каринф, Спарта и Аргос. Свидетелем этих событий и является представленный на аукционе Ауреус. Итак, Ауреус Галиена был выставлен на торги с 1 гривны. Лот получил 268 ставок, а продавец 117 450 гривен. 4,5 тысячи долларов или 279 643 рубля. Открывает тройку призеров этой недели 3 доллара 1888 года. Монета эта была от Чеканина в Соединенных Штатах при президентстве Гровера Кливленда. Ну а выпускались подобные с 1854 по 1889 года. На аверсе монеты изображена женщина, символизирующая свободу. Интересно, что гравер, наделивший женщину чертами индианки, пытался изобразить античную Венеру из музея Филадельфии. Ну а на реверсе номинал, год и венок из пшеницы, листьев табака и початков кукурузы. Монета изготовлена из золота 900 пробы, вес ее 5,02 грамма. Тираж всего 5000 экземпляров. 3 доллара 1888 года были выставлены на торги со 120 тысяч гривен. За лотом следили пару десятков человек и один из них все-таки сделал ставку. Монета была продана за 120 тысяч гривен. 4597 долларов или 285 714 рублей. Почетное второе место на этой неделе заняла сабля Палаш. Палаш – рубяще-колющее клинковое холодное оружие с широким к концу, прямым и длинным до 1 метра клинком. Появилось такое оружие в 16 столетии и широко использовалось на протяжении трех веков. Палаш, представленный на аукционе, найден нашим с вами комрадом-кладоискателем в лесу, легендарной 250-й Аськой. Оружие находится в хорошем состоянии, металл крепкий и звонкий, и по словам продавца, хоть точи и вперед в бой. Палаш был выставлен на торги с 1 тысячи гривен. Лот получил 223 ставки и окончательная стоимость составила 131 050 гривен. 5 021 доллар или 312 023 рубля. Ну а первое место в нашем обзоре самых дорогих лотов, проданных за неделю на аукционе Виолити, заняла картина «Деревья над прудом». Работа эта кисти Алексея Алексеевича Шавкуненко, известного украинского художника и педагога. Родился он в 1884 году в Херсоне, закончил Одесское художественное училище и Императорскую академию художеств в Санкт-Петербурге. С 1917 года начал преподавать, в 1944 получил звание народного художника СССР, с 1949 по 1951 года был председателем Союза художников Украины. Картина, представленная на аукционе, написана маслом в 1957 году. Размер ее 51 на 97 сантиметров, реставрации работа не подвергалась. Картина Алексея Алексеевича Шавкуненко была выставлена на торги с одной гривны. Лот получил 88 ставок, картина была продана за 150 тысяч 50 гривен, 5749 долларов или 357 252 рубля. Ну что ж, друзья, такой была прошлая неделя на аукционе. А чтобы не пропустить самые интересные дорогие лоты текущей, просто подпишитесь на канал. Следующий обзор ровно через неделю. Ссылки на лоты, представленные в обзоре, вы найдете в описании под этим видео. Если вам понравилось это видео и вы желаете помочь в развитии канала, сделайте репост его на свою страничку в любую из соцсетей. Чтобы и ваши друзья смогли оценить данный обзор, буду очень благодарен. Также вступайте в мои группы в Фейсбуке и ВКонтакте. И обязательно, обязательно подписывайтесь на канал, ведь впереди у нас еще много интересного. На этом все. С вами был ваш друг и соратник, плодоискатель, анархотурист. До новых встреч, друзья. Все будет хорошо. Деньги бывают, такое бывает, такое бывает, но только недолго не храните деньги в сберегательных кассах. Там от них никакого толку. О, мани, 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 мани.